Продолжение следует... 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 Поправки по фотонам всегда есть. Я уже не говорю про поправки по глионам, понимаете, когда вы начали рожать квартки, то вот здесь аргмент глиона даст поправку альфа-с сильную константу. И хотя она альфа-с тут небольшая при такой энергии, она порядка 0,12-0,15, но это вполне может 20% оставшихся в основном и давать, и это надо считать уже конкретно. В отличие от глиптонов, где тут есть поправки только за счет обмена фотона между заряженным глиптоном и вот тут, да? А здесь сильные поправки по альфа-с, поэтому они, конечно, главные. Это все посчитано, и все в порядке. Но чтобы вы все представили, как можно очень быстро вот так прямо на глаз получить с очень хорошей точностью, вот с такой точностью. Ну, кроме того, это инклюзивно. Я напомню пару слов, как идут поправки. То есть, вот есть Борновский флаг. И к нему есть теплевая поправка. Это глион. Здесь в конце одинаковая конечность состоит. Хотя при высоких энергиях мы делаем теорию возмущений для вычтения полного инклюзива в базисе хворклиона, поскольку гражданцы связи маленькие. Раз у них одинаковые начальные конечность станет, эти вклады не заферируют. Поэтому вклад свечения будет выглядеть вот так. И если меня интересуют только члены первого порядка по альфа-с, то это будет Борновская диаграмма. И здесь будет поправка за счет интерференции. Вот эта петля уже альфа-с, понятно? Ну, я не знаю, как это нарисовать. Но кроме того, поправка альфа-с дает еще другое конечное состояние, когда вы раздаете прямо живой глион. Поскольку речь идет о полном инклюзиве, то суммируется по всем возможным конечным состояниям, в том числе и это. Но это другое конечное состояние по сравнению с этими. Оно с ними не интерферирует. Поэтому оно дает вклад свечения самого с ними. Вот так. Вот это одна константа сильная. В квадрате это будет тоже альфа-с. Поэтому по порядку венесины это столько же, сколько и это. Это понятно? Вот этот вклад интерференционный, он альфа-с. Если вот это взять за единицу, то это уже в альфа-с разменяется. Поэтому интерференция дает, потому что она не спорная скаедница, а она будет за два. А тут стоит константа связи, которая есть в корне из альфа-с. В квадрате она дает альфа-с. И эта поправка того же порядка. Поэтому, если вы берете точность с учетом альфа-с поправок, нужно просуммировать и эту поправку, и эту. Одновременно. Вообще нельзя делать так, что какие-то поправки данного порядка малости учитываем, а другие поправки того же порядка малости выбрасываем. Лучше от этого не будет. Как правило, будет только хуже точность. Это обманка. Поэтому или надо все выбрасить, или все учесть поправки данного порядка. Ну, хорошо. Так вот, чтобы это подхватить, конкретный кофессион, который тут стоит, нужно вычислить вот эту интерференцию и отдельно вклад вот этого состояния, когда в конце не шликлево. Что касается расклада Т, там другая, конечно, ситуация. Тут можно родить В, все нижние кварки, С и Д. Ну, и в вершине стоит соответствующая Камаяча Москава. Но по сравнению с ВТБ все остальные очень маленькие. Конечно, сумма квадратов их снова даст единицу, но практически вся эта единица насыщается вкладом в рождении Байк-Вашка. Это раз. Второе. По цвету. По цвету. Какой цвет входил, такой и выйдет. И поэтому никакого суммирования, никакой лишней тройки здесь не будет. Если мы усредняем по начальному цвету, то это надо сложить красный в красный, плюс синий в синий, зеленый в зеленый, поделить на три. Это все равно что единица. но зато надо учесть, конечно, масса Дубль-Вай здесь не может быть выброшено. Ну вот, все. это что касается процесса в первом порядке. Не знаю даже, что это в первом порядке. Есть, конечно, распады за днуля. Да, вместо того, и в это можно взять за днуля. Но морально будет все даже самое. чтобы у него нейтральные распады. Например, енти е, мюнти мю, короче, рептонная пара и кварковая пара. Вершина сета, то есть какой у него ток, выписали, да? там стоял у нас Пси, гамма-мюн, и стоял коэффициент ЖВ на единицу, плюс или минус, не помню, ЖА на гамма-пель. И эти коэффициенты, я вам давал, их можно посмотреть. И в эти контенты, они хорошо известны. Ну вот это отличает вершину с W, вот это. Тут стоит Ж на два корня из двух для всех. Только отличается Кабаяш и Москава, если закладывать. Здесь никакой Кабаяш и Москава не обезет. А тут стоит, не помню, что я вам тоже писал, какой-то множитель. Типа Жена, Синус, Вальнер, не помню. Ну я вам добавил. Тут все известное, хочу сказать, что машина со всеми эстермионами имеет конкретный совершенно вид. Ну и поэтому прямо суммируйте во всем каналам распада, включая нитридно, обратите внимание. то есть есть три вклада нитридно-электронных, ионных, ионных, италов. Хотя это не наблюдается реально, если он распался на два нитридно, ну в смысле нитридно-антинитридно, в этих детекторах ничем не видеть, практически. это можно тем не менее восстанавливать как-то полукование спучка, что ли, обратно на хода. Сколько событий, я не вижу. короче, это в свое время все очень тщательно для распада взлет измерялось на лэп. Сейчас лэпа уже нет, но он специально построен для изучения сфотона. Масса 90 там близит на гел, поэтому сталкивались электронно-поситровные пучки. Тут есть склад фотона и Z. Ну и когда у вас начальная энергия близка к массе Z, он дает пик прийтик на русский. Вы садитесь на этот пик и изучаете все, что там можно. Вот этим лэп в основном занимался много лет. Пока все не изучил, его посвятил на первом естественно. Сейчас лэп с ним места не будет. Там один из интересных может быть интересных результатов состоит в том, что мерят отклонение от предсказания стандартной модели. Например, вы говорите, вот стандартная модель у нас три нейтрина, а допустим, есть четвертый нейтрино. нейтрино. Ну и можно получить ограничение, что распад, это четвертый нейтрино, он может быть каким, какие есть варианты. Может быть то, что называется стерильный нейтрино, что он с гамма, с фотоном нейтрино не взаимодействует практически, в любом варианте. Но с детом он мог бы взаимодействовать, но поскольку про него ничего неизвестно, это не стандартная нейтрино, понимаете, это сверхстандартная модель, поэтому ничего конкретно неизвестно, что это такое. Стерильный называется нейтрино, который с детом не взаимодействует, и мы его просто не видим. Так? Но, тем не менее, какую-то часть полной ширины он на себя нет, тогда он ничего не берет. Есть нейтрино, который, допустим, с этим взаимодействует, и тогда какую-то часть полной ширины он на себя возьмет. И тогда вы по недостаче можете получше восстановить какую-то долю бренджин на лишнюю нейтрино. ну или то, что называется находится аэноэффективное. Среднее число нейтрино. Если оно отклоняется от тройки по стандартной ВД, значит, что-то не в порядке. Так вот, отклонение от тройки было померяно, по-моему, не точно, что-то типа по-моему, на рейтинге. Ну, это эффективное число в том смысле, что, например, нет заведомо четвертого поколения нейтрино стандартного заводи, которое взаимодействовало с этим так же, как нормальные три поколения. Это число, оно может быть неправильно, лучше посмотреть в патикл Дэйта, оно есть, надо поискать, я по памяти. Но хорошее определение. поэтому это показывает, что никакого заметного вклада какого-то четвертого поколения нейтрино, стандартно взаимодействующего с Эдом, с Амедом нет, это исключает. А если у вас двух нейтрино больше, ну, конечно, это не исключается, если он такой тяжелый, что его и не родить, распадиться, это само самое. Так, ну, хорошо. Теперь, еще раз повторяю, процессы первого порядка, на них раз-два и обчелся, можно сказать. Поэтому давайте перейдем к процессам второго порядка. Это составляет почти основную, не почти, а подавляющую снизу и честь. Вот это процесс второго порядка с точки зрения Зетта. Это обмен уже виртуальным Зеттем. И поэтому тут входят две вершины. Раз, два, это во втором порядке по слабому взаимодействию, что касается Зетта. Ну, что касается фатона, так это во втором порядке по электрической константе. Так вот, процессы второго порядка в этом смысле, они составляют новую, надавляющую часть всех наблюдаемых слабых процессов. Сюда относятся как распады, так и всякие рассеяния. Вот это, по сути, рассеяние. Ну, если эту диаграмму повернут другой канал, вы можете растеять электроны на адроне, ну, здесь есть кварк, например, но я могу считать, что кварк входит в составе адрона. Вот это мишень, а тут будет обмен вершина взаимодействия с кварком входящим в состав вашей беседы. Это процесс тоже второго порядка. Ясно, что поскольку пропаганда фотонов, если вот эта передача импульса, это Q, то фотон дает вклад E квадрат на Q квадрат А Z дает вклад аналог E я обозначил атаку это вот эта константа типа там G делить на синус Вайнберг что-то такое она известна. Но главное что здесь стоит вот что поэтому пока Q квадрата передача импульса намного меньше чем масса Z в квадрате это склад дикопотамер и конечно доминирует электромагнитно взаимодействие но когда вы имеете достаточно большую энергии так что передача импульса можно затянуть до массы Z то он дает но в этом случае никакого пика нет потому что Q квадрат меньше нуля в области России а чтобы кукурат было больше 0 нужно брать вот этот канал анигиляция понятное что да понятно хорошо так вот здесь есть пик Z когда кукурат положительный это в системе центра Q квадрат это будет квадрат НР полный НР без столкновения Е плюс Е ну и в пропагаторе тогда будет пик то ширина есть еще конечно вот так полюса конечно нет сечения не обращаются бесконечности нигде но при малой ширине пик очень острый и узкий и здесь можно наскочить на пик это обычно МАЭС называют так вот в канале анигиляция это суммарная энергия ее можно сделать большой положительной но в канале растения ку квадрат передача импульса отличается поэтому здесь никакого пика нет но тем не менее когда квадрат большой и порядка mz то эти вклады просто становятся сравнимыми по порядку величины в любом случае даже если он не лезонер ну и тогда это при таких энергиях как видите вклады слабого земли электромагнитного они становятся одного порядка величины а при низких энергиях когда квадрат намного меньше массы mz это можно выбросить и тут будет квадрат знаменатель а тут mz квадрат знаменатель и тогда вклад слабого взаимодействия в основе электромагнитный будет подавлен в итоге в лишнем множестве что может быть очень маленьким числом если у вас 1 гг квадрат например масса 90 гг если в квадрат это 4 порядка поэтому оно и выступает при низких энергиях как слабое взаимодействие его эффекты в столько раз меньше чем электромагнитный в квадрат но когда вы пойдете на энергии порядка 100 гг они становятся одинаковые это и есть настоящее объединение электромагнитного излага взаимодействия но оно себя явно проявляет только в области масштаба масс обрыва если ну короче на масштабе начинается с 50 100 гг и все становятся большие а при энергиях намного ниже конечно до меня выделяется магнитное взаимодействие так мы сейчас начнем подробно и в основном будем только этим заниматься растения вот такие вещи мы не будем смотреть если вас интересует попробуем на ферме бумажки все посчитаем мы будем заниматься распадами разных адреса адреса или кто ну например конечно самый простой процесс это чистая лектоны где сильное взаимодействие которое трудно рассчитывать и грым малей бюро бюро спаль он идет во втором порядке с обменом виртуальным заряженным дублевым можно писать опять-таки ответ прямо глядя на картинку амприн дублевым вниз вот тут стоит меонный ток тут стоит электронный ток между ними пропагатор дублевый ток с которым взаимодействует заряженный дублевый мы его писали уже не один раз в данном случае если скажем меонную часть тут идет сумма в этом токе сумма по всем фермионам ну все к тому они вкладывают лептоны все и кварки все так что это сумма по всем флеверам но я только напишу сейчас то что нам нужно для этого распада это меонный вклад и электронный вклад вклад то что стоит в точность в токе сейчас запрошу если я напишу мы все тут а не вначале то есть оно не сдерживает нецелильно и рождает в нем минус то есть тут тогда должен стоять это ток который минус ну тогда перевернуть надо тут будет гидрино а тут будет меон тогда этот ток будет зарядом плюс и он будет стоять вместе с дубльной минус ну а здесь стоит гармонез гидрино минус гаммодез а тут стоит мионная нитрина и та же самая для гидрино вот это то ну и вернее вот этот кусок огрыжана вернее два слагаемых которые нужны для описания этой геограммы 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 это все операторы тут просто медописи тут стоит больно другой геограммы это все стоит это кусок огрыжана напоминаю как делается теория возмущения еще раз у вас есть степень киметия действия которые есть интеграл от лагранжиана теперь вы пишите что лагранжиан равен свободный сюда входят киметические члены массы плюс все остальное называется лагранжиан гемоделия это отличает больше двух операторов начиная с трехсестичной вершины Ну и теперь сюда входят все константы связи, описывающие силу данного взаимодействия. Они, когда маленькие, то по всем степеням взаимодействия мы раскладываем прямо в ряд этих экспонентов, и каждый след описывается набором диаграммфизма. Поэтому в теории возмущений все внешние концы свободные частицы, не взаимодействующие, а все взаимодействие рисуется явно под какими-то пропагаторами. Так, ну поэтому второй порядок означает, что мы это раскладываем два раза. Вот тут у нас есть обкладки начальные и конечные социальные. Что они возмущили, это выглядит как оператор рождения соответствующих действующих на пустой вакуум. А здесь будет стоять это произведение L взаимодействия. А ты, L один. Повторное. Теперь надо подставить явный вид. Вот это и есть наше взаимодействие в данном случае. Ну это, вернее, два слагаемых из полного там, из других флэйвора есть. Ну и теперь посчитать прямо в углу, поскольку все паря входящие сюда свободны в низшем паре. А все петлевые эффекты пишутся явно как следующие члены разложения этой экспоненты, когда лишние пропагаторы сворачиваются вперед. В Борновском приближении, к всему это все сведется, что вот эти внешние концы заменятся на свободные волновые функции. В выпускном представлении это спиноры будут просто свободные директорские спиноры, как мы уже писали. И только W свернется на пропагатор. Ну поэтому, глядя на картинку, можно написать ответ по правилам Феррика. Там при Люда равна 2 в корняхе в двух квадратных, второй порядок. Пропагатор W. Это минус, допустим, Женю, плюс Камин, Камин. И вот это W. А тут стоит ток на ток. Мионный ток и электронный ток. То есть электронный ток у нас в конце, а мы он на черный. Вот электронный ток. Ну то все равно, с каким он там я пишу, в мюн или ньютр, симметричный. Так. Чтобы не путать с мионом, я напишу другие буквы. Альфа, В. А тут стоит мион и спино, чтобы все буквы не были в мюн. В общем, переобозначен. Тут будет Альфа. А тут будет В. И все раз. Вот эти мю, ню, ню, е. Это свободные героковские спиноры. Соответствующими импульсами и поляризацией. Ну, например, здесь импульс В1. Это будет В2, В3, В4. Вот обозначены. Так это будут свободные спиноры с этим импульсом. А К, это импульс В2, В2, В2. К. Ну и по сохранению. К будет равно В1 минус В4. Он же будет равен В2 плюс В3. А, потерялся. Так. Теперь начнем выбрасывать маленькие вклады, чтобы упростить силу и среди. Насчет К. Ясно, что если это начальный милок с массой 100 мэвов. То все импульсы В2, В3 и В4 будут, грубо говоря, в 100 мэв 19. Но не больше 100 мэв в любом случае. Ну и поэтому передача импульса К будет тоже не больше 100 мэвов. Но здесь он входит по сравнению с массой 100 мэв 80 кэв. Видно? Ну так мы его выбросим. И здесь соответственно тоже. Ну после этого альфа-бэта сворачивается. И что остается? В4. Наверное еще раз почему не покинули? Я не понял. В этом моменте. Только что я сказал почему. Ну вы сказали, что масса 100 мэв, поэтому вы прикидывали. Я сказал немножко больше. Я сказал, что масса милок с 100 мэв. Поэтому все эти импульсы не больше 100 мэв, а на самом деле меньше. Все три. Он же... В1 равно В2 плюс В3 плюс В4. Энергия в системе покоя. Начальная энергия 100 мэв. Она равна сумме трех энергий. Каждая из которых будет меньше 100 мэв. То есть в системе покоя все время ослабляется? Конечно. Зачем нам ослаблять всю жизнь? Если вам не нравится система покоя, вы можете сделать пуст и перейти в систему, где он верится с импульсом в 2 стюка. Но ясно, что она выглядит, что это не имеет отношения к его собственному времени жизни, которым называется время жизни в системе покоя. А в любой другой системе дальше нужно с преобразованием, вы найдете время жизни в любой другой системе. Поэтому то, что называют временем жизни или шириной, обратная величина, это относится к системе покоя всегда, распадающей частиц. Так вот здесь все импульсы не больше 100 мэв. И поэтому к, которая по передаче импульса здесь, или сумме этих двух здесь. Наши равны сумме. Да. Так. То есть это равно. Существует шеев два корня из двух в квадрате на m2v в квадрате. Вот это. Вот эта комбинация в виде, насколько это универсальное явление, сейчас об этом подробнее скажу. Это то, что нарисовано, не специфично именно для мёроспады. Здесь могут быть любые электронные квадраты, лишь бы они были лёгкими. Ещё раз. Когда я могу вот эти поправки выкинуть, только тогда, когда у меня все импульсы, входящие в мой процесс второго порядка, вот эти все, намного меньше массы W. Что относится к подравляющей части частиц распадающихся, даже если это B-мезон распадающихся, у которого масса 5 ГЕВ, всё равно по стороне с 80 ГЕВ, да ещё всё в квадрате, это маленькие поправки. Поэтому это лишь общее для рыбы то, что можно назвать низкоэнергетических распадов. Низкоэнергетические, значит, что все характерные энергии импульса намного меньше массы W. Второго порядка. Тогда всегда будет вот такая ситуация с пропагатором W. Что это можно выбросить, это можно выбросить, независимо, на самом деле эти вклады ещё подавлены. Дополнительно, потом об этом поговорим, но оно в любом случае маленькое тоже, второго порядка, по массе W в квадрате. И вы видите, что вот этот множитель, который получается, он будет абсолютно универсальным. Независимо от того, какие четыре фермионных ноги у вас торчат. Кварковые, дептонные, лишь бы всё было намного легче, чем масса зуболюбия. Это называется константа Ферми. Вот это число, всё вместе. Вот так обозначается. Численно, константа Ферми где-то 1, 10, минус 5, обратно к квадрату. Ну, размер-то схватан. Масса W в квадрате, это размерность. Константа связь совершенно безразмерна. Ну, я пишу грубо, и она очень хорошо измерена, эта константа Ферми, с точностью там 3-4, может быть, больше знаков. Можно посмотреть в патику вот это. Важно ещё раз подчеркнуть то, что мы всё время можем использовать это приближение с точностью до поправок, ну, типа, характерной энергии в квадрате делим на массу W в квадрате. Во-первых, я могу сейчас это поправить. Понимаете, это же не проблема, что остались здесь маленькие квадраты. Это же не то, что это трудно выяснить. Просто и живой. Но это тот же параметр, что и здесь. Ну, практически всегда можно... Что физически происходит, если мы пишем вот так в координатном пространстве? Да? То есть у меня покрыжан имеет вид W умножить на 2. Так? Поэтому, практически, это выглядит так. W, например, минус от x, G плюс альфа, альфа от x. А тут будет сопряжённое W. W плюс бета от y, ток сопряжённый от y. Так? Теперь, W нужно заменить на пропагантор, поскольку во вкладках нет в живых W. Заменяйте на свободный пропагантор. Вот. В любом случае, во всех процессах вот такого типа. Когда не торчат любые 4 фермиона. Кваурки, лептоны, любые. А то гриба идёт один раз внутри. Так? Только я не тоже леню. Вот эти два, мы будем ввести, сворачиваются в пропаганции. Остаётся ток на ток. Каждый ток – это переней по фермионным операторам рождения уничтожили. Внутри. Так что тут чрезвычайно. Ток на ток – это 4 фермиона оператора. На его вкладках, как у вас торчит, в данном случае 4 фермиона. Ну так оно заменится на спиноры. Всё. С квартами сложнее, потому что Квартия в ходе создала дронов. И там надо отдельно создать матричный элемент. Это будет основная работа. Но для лептонов даже не о чем говорить, да? Ниже порядок – теория смущения. Поэтому вот это – свободное спиноре четырёх наших людей. И поэтому это уже конкретный ответ для амплитуды России. Тут ничего неизвестного нет, всё известно. И поэтому можно раньше навсегда договориться, что в этом приближении. Смотрите. Пропагатор тяжёлого – это бульверк этот. Но обозначить его – это D, альфа, бета, ах с минус х. Качественно он ведёт себя так. Он содержит экспоненты. Ну, может быть, ещё степень. Но степень мы с вами с экспонентом уже не важен. Вот так он себя ведёт. И он затухает экспонентом на расстояниях. Ну, я в слов напишу. Х минус х. По модерам. Это Каптоновская длина волны W. Другими словами, физически. Обмен W – это обмен любой частицей с массой M. Это играет взрослый потенциал взаимодействия между двумя атаками, между которыми происходит обмен. Так этот потенциал имеет радиус действия равной Каптоновской длинной частиц. А дальше он экспонентом выключается. Если это фотон, то масса равна нулю. Это аналог Кулона. Конечно, его надо немножко подчистить, и из него получится Кулон. Надо проинтегрировать по времени. Останется функция только в пространственном расстоянии эры и будет идти на Кулон. Но если это массивная частица, то это то, что называется югалский потенциал. Он экспонентально падает на расстоянии больше к Каптоновской длине этой частицы. Это короткодействующий потенциал. И чем тяжелее частица, тем он более краткодействующий. Ну поэтому, фактически взаимодействие, которое идет за счет обмена W в X пространстве, оно идет только на очень малых расстояниях. Когда расстояние между этими двумя точками X не больше, чем обратная масса W, то есть у него Каптоновская длина волны. Если он очень тяжелый, то это очень маленькое расстояние. Если это расстояние намного меньше, чем характерное... А тут какие-то характерные расстояния, условно говоря. Надо взять какие-то импульсы, или разность импульсов, или сумму, и перевернуть, чтобы было расстояние. По соотношению определенности, X характерно 1 на P или наоборот. Так вот, ясно, что если здесь характерное расстояние единица на массу W, то характерное расстояние, которое как бы соответствует внешним импульсам, это единица на внешний импульс характерный. Но когда у нас внешний импульс намного меньше, чем масса W, то, конечно, с точки зрения этого масштаба, вот это идет к нулю. То есть это расстояние очень маленькое, его можно просто втянуть в точку. Вот когда мы выбрасываем вот эти члены, то пропагатор превращается в константу. Он становится локальным. А в фурье образ константы, это же мощное представление. Чтобы написать пропагатор в основном представлении, нужно отсюда взять фурье. Фурье константа – это дельта-функция четырехмерных, которая соответствует тому, что мы это заменили на константу, и эти две точки в их пространстве стянулись в одну. Очень гордко действующие. Так мы всегда можем так поступать с точности до поправок на квадрат 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 на квадрат. Для любых, не сказать, единических процессов. Тогда мы всегда можем сразу начинать с этого выражения. И это называется эффективный логранжер. А именно, что все процессы второго порядка. Можно описать таким образом. Вот это будет теперь полный ток. Не только эти два кусочка, а всё остальное, что там есть тоже. Тау, кварковые вклады. Полный ток, заряженный, с которым займет действует до волевых. И поэтому L эффективный пишется в виде G фермы на квадрат 2. Это универсальная константа. А дальше стоит ток на ток. Пропагатор, который мы убрали, заменили на константу. Это называется константа Ферми. Осталось ток на ток. Это всё операторы. Вот, например. Вот ток. И вот ток. Если можно идти по теории возмущения, то надо же от этих токов брать матричный элемент по вашим окладкам, начальному константу. Они заменятся на спиноле. Если это кварки, там есть ищительное взаимодействие. Это, конечно, не проходит. Это надо отдельно обсуждать и мы будем. Но для электронов нет проблем. Поэтому мы в следующий раз будем начинать прямо с этого вида для любого низкоэнергетического процесса второго порядка. такого универсального вида, я думаю. Теперь так. когда это всё убралось... Это конкретное выражение. Я ещё раз повторяю. Понятно? Тут стоят члены спинера, которые все известны. В смысле энергии и полиализации. П1, П2, П3, П4 вы знаете. Ну и если у них какие-то определённые спиральности, то вы тоже знаете. Если вы их начально не задали, а конечные измерили, то вы тоже всё знаете. Поэтому есть совершенно конкретная амплитуда. Осталось её отвести в квадрат модуля, проинтегрировать по конечному фазовому объёму и получится дифференциальная половичная ширина распада. Если полностью проинтегрировать, будет время жизни. Ну, в смысле, сама ширина не дифференциальная, а полная. Я не буду это расписывать, потому что для этого трехчастичного распада посчитать квадрат модуля несложно. Вы видите, что она распадается на два независимых куска. Электронную часть и ионную часть. Поэтому будет произведение двух кусков, и ничего сложного там эти троиции посчитать нет. Сложно интегрировать по троихчастичному фазовому объёму, чтобы найти полное время жизни. Ну, тоже не так уж сложно. Возьмите окуня, там, по-моему, это есть. Я не хочу на эту кинематику тратить время, потому что это, наверное, целый час, чтобы это всё проинтегрировать. Посмотрите лучше в окуне. А теперь получится, что время жизни и ню, по-моему, мы не начали. Обратные ошибки. По-моему, 10 в минус 8 секунд. Это очень большое время жизни на масштабе, скажем, сильного взаимодействия. И даже электромагнитов. Сейчас я проверю. Сейчас по-моему, где тут минус 8 секунд. 2 и 2. Нет, я не прав. 10 в минус 6. 2 и 2 на 10 в минус 6. Ну, тут можно что-нибудь ещё родить. Лишний фотон всегда можно родить. Можно родить лишнюю пару нейтрино через петли. Но этот субпроцессор настолько подавленный, что, по-моему, они не наблюдались никакого. Сейчас посмотрим, что у него тут есть по распадам. С лишним фотоном измерено. Бренчинг с лишним фотоном составляет 1,4% полной ширины. Ну, это нормально. Это электромагнитная, как бы, поправка. Не как бы, а просто. А кроме того, можно родить лишнюю пару Е плюс и Е минус. Энергии хватает. Её можно родить, например, вот тут обмен фотоном виртуальным и лишняя пара Е плюс и Е минус. Или можно прямо отсюда фотон и лишнюю пару Е плюс и Е минус. То есть фотон может подняться в любую заряженную частичку. И в том числе в уголевую. Отсюда тоже можно испустить фотон и родить лишнюю пару Е плюс и Е минус. Вот три диаграммы. Бренчинг 3 на 10 минус 5. С рождением лишней пары Е плюс и Е минус по сравнению с вот этим основным распадом. Других нет. В смысле, других не видели. Каналов. Только с лишней парой и с лишним фотоном. Но. Вы понимаете, что вы всё в принципе сами это можете посчитать. Прямо по этим диаграммам. Конечно, диаграмма с рождением лишнего фотона и тем более лишняя пара, она уже громоздкая. И многочастичный фазовый объём интегрированный. Тоже развлечение хорошее. Но всё известно. В принципе, вы могли бы сами сесть и всё посчитать. И все эти числа воспроизвести. Вот что важно понимать. Что никакого неизвестного параметра сюда не входит. Так. Кроме того, должны понимать, что вы можете посчитать всё не только, например, полную ширину неполяризованную. А также, задавая конкретно любые поляризации и всякие корреляции спины. Пусть всё в этой инкультуре оно тут содержится. И всё это экспериментально можно проверять. Что если вы устроите себе поляризованный миомизон. Миоликтон. Миом, в смысле. Да? И будете мерить дифференциальное распределение по импульсам и по поляризациям конечных действий. Но нейтрино, конечно, измерить практически невозможно. Речь идёт реально об электроне. Бо нейтрино надо интегрировать и суммировать. Но они и так левые, там суммировать по поляризации не нужно. Но можно электроны вынагливать отдельно левые, отдельно правые. В смысле, со спином до импульса, со спином противо импульса. Так вот, всё, что можно измерить, оно содержится в этом выражении для амплитуды. И вы можете это почитать и предсказать. Для эксперимента все такие дифференциальные распределения и поляризационные эффекты. Понятно? Просто громоздко. Но всё конкретно известно. Надо в этом всё время отдавать себе отсюда. Так. Поэтому с этим всё как. Так. Что у нас? Может перерыв? Давайте. Чисто электронных процессов практически не будем больше обсуждать. Начнём сразу. То есть делится на три большие категории. В зависимости от того, какие куски из этого тока мы выбираем и какие у нас обкладки. То есть в этом токе есть лептонные куски и есть кварковые. Поэтому когда в этом эффективном выражении застянуть эндоболевая точку, выберите тот лептонный кусок и тот лептонный кусок. Это описано в четырёх лептонных процессах ГИБ. Или в другом канале это рассеяние. Если эту диаграмму повернуть, вы можете рассеивать электрон на мионе с рождением пары нитрина, например. Электронов, нитрина, обмен заболевания, мион, нитрина, мион. Ну или можно перевернуть, рассеивать нитрина. На мионе родится электронный нитрина. Это всё кросс-канал и одно и то же лептон. А если я выбираю один ток лептонный, а другой кварковый, такие процессы называются полулептонные. Там участвуют и адроны, и лептоны. И наконец, когда мы выбираем здесь и тут, и тут чисто кварковые куски, это называется нелептонный процесс. Там вообще нет лептонов, а только адронов. Ну вот мы по очереди сейчас будем это всё смотреть. Полулептонные процессы. Значит, из них простейший распад лимизона. То есть теперь у нас вот это будет основная формула для эффективного логранзона при низких энергиях во втором порядке. Значит, это будет распад типа, например, B- Виноз может распадаться или на электронную пару, или на меонную пару. Больше ему не хватает энергии. Это его два основных канала распада. Видно ли, что тут написано? Так, теперь надо договориться, как работать с кварковой и стильным взаимодействием. Значит, вот то, что здесь только что говорилось, это стандартная теория возмущения, то, что называется, я напоминаю, в представлении взаимодействия. Когда вы пишете вот так, тут свободный логранзон, а социальное взаимодействие раскладывается в ряд теорий возмущений по констателю сверху. Ну и когда взаимодействие слабенькое, это работает. Но когда взаимодействие не слабенькое, то раскладывать нет смысла. Потому что все стены разложения одного порядка. Поэтому лучше оставить формально в экспоненте этот сыр весь в ограждении. Речь идет, конечно, о кварках, которые участвуют в сильном взаимодействии. И тогда это остается как оператор, а эти поля с полной взаимодействием называются газимерковским. Это газимерковское представление. Так вот, для кварков мы будем этим пользоваться. Потому что вычислять реально эффекты сильного взаимодействия при низких энергиях, где оно действительно сильное, как правило, не удается. Есть исключения, которые, если энергии достаточно большие, ну вот как распад Т-Кварка, например. Ингрессивные высокоэнергетические процессы можно вычислять по теории возвращения, когда константа связи сильная становится уже логарифмически маленьким. Но это все-таки исключение. А здесь все энергии низкие, например. Для оптимизона 140 мм. Поэтому надо оставлять все эффекты сильного взаимодействия формально метром. То есть пользуются газимерковскими операторами, которые формально учитывают все сильные взаимодействия. И что-то это можно получать из общей соображения. Ну вот и попробую для оптимизона что-то получить. Кое-что так удается, как видно сейчас будет. И поэтому, как выглядит эффективнее на крючок для этого распада. Картинка выглядит так. Что такое P-? P- это D По флэверам, если смотреть. Это вот такая пара. И поэтому диаграмма ответственная за этот расход, она выглядит так. Этот кружочек означает, что вот это операторы газимерковских болей кварков. И это будет материчный элемент от этого оператора тока по демизону. А тут рождается электронная кварка. Или электронный элемент. Вот реально та диаграмма, которая ответственна за этот расход. И поэтому мы в этом вооружении берем из одного тока лентомную часть, вот этот ток. А из второго тока кварковую часть, в данном случае вот эта. Для демизона. И поэтому амплитуда выглядит так. G-FM, К-2, тут стоит V, D, тут стоит электронный ток. Электроны сразу подразумеваются, что мы их вычисляем в меньшем приближении, как свободные, и они заменяются на свои свободные спины. Вот этот электронный ток. Понятно? С ним ничего нового не будет по сравнению с тем, что в этом расходе. Поэтому тут будет, я пишу букву L, это будет не электронный, не мион. Это уже свободная спина, это уже не оператор. Это уже взяли матовичный элемент по свободным электронам. А вот, отробная часть остается, не вычисленная, в терминах Газельбектовских взаимодействующих по сильному взаимодействию. Обращаю внимание. Всегда есть поправки на электромагнитные эффекты и на слабое взаимодействие в высших порядках, которые очень маленькие и можно всегда делать по теории взмущения. Мы не можем делать теорию взмущения только по сильному взаимодействию, взаимодействию квартал с глюном. Поэтому то, что сейчас пишется, будет писать в низшем порядке по электромагнитным добавкам и по слабым добавкам в высших порядках. Но во всех порядках по сильному взаимодействию. Поэтому это выглядит так. Сейчас, значит, мне нужно, вначале у меня три минуса. Здесь нужно уничтожить три минуса. Ноль – это точка координатная, значит, она координатная. Я напомню, опять-таки. Это, если вы начинаете в x-представление. Вот тут стоит в огрыжах написанный в x и стоит есть интеграл по t4x. Соответственно, да? Если у меня есть, например, вот такой маточный алюминис. Вот это любые состояния с суммарным импульсом по t1p2. Это, может быть, десятичастичное состояние. Это его суммарный импульс. Понятно? Только он сейчас играет роль. Не важно, что там, сколько частиц и какие они. А это любой локальный оператор. Слово «локальный» – очень важно. То тогда подразделённое импульс – это выносится. Не равно в очереди. Я не знаю, стоит это выводить или это очевидно. Ещё раз повторю. Это относится к любым состояниям с суммарным импульсом b1 и b2 и к любому локальному оператору. Ну, например. Вот этот ток, который написан, это локальный ток в том смысле, что эта точка одна и два. Я не знаю, что эти два поля входят в одну точку. Вот это локальный. А если бы тут были разные точки, тут х, а тут у. Это был бы биолокальный оператор в разъединенной пространстве. Понятно? Так вот, у нас тут входит ток, а в этом токе кварковые поля, ну или что то же самое на картинке, кварковые поля в токе, вот они, сходятся в одной точке. Это локальный оператор. Ну тогда это зависимость от х, выносится от реального и остаётся 0. Дальше. То же, это написан ответ для методы выпульсного представления. Если бы я писал с самого начала всё подробно в х представлении, то здесь бы было аналогичное экспонентом, только через векторные импульсы. Понятно? И по знакам интеграла d4x у вас будет поражение такого типа? Интеграл d4x в нестепени и x. А тут будет сумма всех четырёх импульсов с нужными знаками. И это единственная функция, которая держит такое сохранение импульса в этом процессе в целом. В этой кинематической универсальной всегда будет лечь. Мы её подозреваем и не пишем. Она выделяется всегда. И входит в кинематику, как выражается вероятность, через квадрат модуль амплитуды. Там эта функция всегда стоит. Поэтому это имеется в виду. И каждый раз, конечно, мы не будем это обсуждать. Я сразу пишу ответ в таком виде. Понятно? Это уже в импульсном представлении. Как выглядит амплитуда. А, конечно, при ней будет стоять всегда четырёхнервная тридцать функция. Которая уходит в кинематику вместе с фазовым объёмом. Для выселения героев. Это универсальная вещь. И поэтому пишется вот так. Но теперь эти квадратовые поля это Газинберговские операции. Если хотите, я могу написать индекс Газинберг. Газинберг. В отличие от вот этих, которые свободны, не взаимодействующие поля. Вот как у Левтона. Так вот они связаны формально так, что, например, Газинберговское поле, Газинберговское поле. Газинберговское поле, Газинберговское поле. Газинберговское поле. В то же время, я думаю, что это проявление. Д- это есть связь техник. И в нашам взаимодействия, что… Можно даже написать всю деятельность. Вот что-то в этом роли. Это формальная запись, она никогда не используется. Потому что, если тут маленькие взаимодействия, то это раскладывается в ряд теорий возмущений и получается набор диаграмм Теймана. А если взаимодействие не маленькое, то раскладывать нет смысла и использовать все равно невозможно. Поэтому это чисто формальная запись. Но чтобы хоть как-то себе... Я напоминаю, нужно будет это проходить еще год назад. Короче, газоперливские поля включают в себя полное взаимодействие. И что касается кварков, то мы можем даже написать, что имеется в виду более конкретно. А именно, вот сюда мы включаем только сильное взаимодействие, еще раз напоминаю. А электромагнитные слабые поправки в высших порядках, идут по теории возмущений и дают... Ну... Дают маленькие поправки. Постепеням или альфа электромагнитной, или лишний обмен WC. Понятно? Это очень маленькие поправки, мы их не будем смотреть. Что касается сильного взаимодействия, то эта кварковая поля... Я не буду все-таки вешать индекс, если вверх имеется в виду. Это... Операторы кварков удовлетворяют уравнению КФДС. А уравнение КФД выглядит вот так. Где это обычная калориантная производная пенеология? Это точное уравнение, обращаю внимание. Это не приближение. Это уравнение для газильярдовских операторов. Это сильная константа связи. Это восемь цветных матиц, группа СУ-3 колорная, генераторы. А это восемь полиглюбов. Так вот, а это масса кварков. А СИ это Вазенберговская поля какого-то любого кварка. Так вот, еще раз говорю, это точное уравнение КФД. И мы будем пользоваться, когда от него будет какая-то польза, его можно использовать. Эти массы, М маленькая, это те массы, которые входят в лагранжан КФД. Для У кварков это что-то типа 4 м, для Д кварка 7 м, это то, что называется токовая масса. Да. Ну вот. Поэтому, вот это адронный матричный элемент. Вот это, ну, означает вакуум по адронам. Что у вас начальник не несут, а в конце адронов нет. Вот что означает этот вакуум по адронам. В конце у нас только нектонов. Тут нет адронов. И поэтому этот матричный элемент идет по сильному взаимодействию. И по сильному взаимодействию, в адронном смысле, это нуль адронов в конце. А в начале один бит. Ну, теперь этот матричный элемент надо как-то вычислить. Не по теории возмущения, а из общих соображений. А какие есть общие соображения? Только знаете, инвариантности общего вида, где есть симметрия. Лоренс инвариантность. Раз. Дальше. Сильное взаимодействие сохраняет отдельно P-черкность, C-черкность и T-черкность. Вот это и используются общие такие вещи, чтобы что-то хоть можно было про это матричное сказать. Ну и давайте начнем. Значит, тут есть два куска. Гамма-мёс-единица – это векторный ток. И гамма-мёс-гамма-дет – это взятный векторный ток. Это сумма двухмазочных элементов, по очереди посмотрим. Значит, первая – векторная часть. Какой вид можете иметь ответ? Значит, во-первых, из него торчит индекс μ. Спит димизану одной, напоминаю. Поэтому ответ должен быть четырех вектором. Это должен быть вектор, из которого будет торчать индекс μ – это с места Лоренс инвариантность. Так? Теперь спрашивайте, из чего можно делать этот четырех вектор в ответе? Что у вас здесь в хозяйстве? Кроме импульса бимизона ничего нет, стена нет. Поэтому можно сделать вектор только из четырех импульса. Поэтому ответ может не только вот такой вид, где это уже какой-то Моренс инвариант. А? Согласны? В хозяйстве ничего больше нет. Но! Четырех веке – это по Лоренсу написали. Это не переменная. П квадрат – это масса бимизона в квадрате. Это константа. Поэтому это не функция, это константа. Это константа. Пимизон на массовую поверхность. Теперь дискретно, если не три. П-четность. Вот это истина вектор. А это псевдосказа. П-четность. М của квадрате вoration гидро. П-четность. Вот такие. Он П-четный? Ч-четный. Ну, ч-четный условно. Ч-четный есть у П-четных, конечно. А П-cuiy revolution – при чётности переходит в П+. А можно говорить про Ш-чётность, например. Ладно, мне хватит поэтчетности, все отчетность уберем. Это псевдосказер, это не истинный сказер, а псевдосказер. Поэтому вот этот весь матричный элемент трона, это не вектор, а псевдовектор. Вот это понятно? Но то, что тут стоит, это истинный вектор, потому что импульс это истинный вектор, это не аксельный вектор. А все равно не все для вектора это синоним. Но поэтому это неправильный ответ по почетности. Если я сделаю преобразование в почетности, ну возьмем конкретную компоненту, например, нулик, да? У, гамма, нуль, Д. При почетности он переходит сам себя, как истинный вектор, и не меняет знак. А пространственная компонента меняет знак, как у всякого вектора. Но певизонное состояние при почетности, оно переходит не само в себя, а в минус само в себя. У него отрицательная почетность. Ну поэтому при преобразовании почетности, этот ведет себя как истинный вектор, так же, как истинный вектор. Но за счет псевдохарактера певизона, вот это все идет как псевдовектор, как аксельный вектор. Это понятно? Ну поэтому вы правы, отчетность должна быть псевдовектором. Но псевдовектор не из всего сделать. У нас есть псевдовектор в грубе лодится? Эпцина. Но у него четыре индексы. Чтобы из него сделать вектор, можно три индекса свернуть, а один останется. Если у нас есть три импульса или каких-то три вектора. П1, П2, Лянда, П3, Си. Вот это будет псевдовектор. Это понятно? Но у нас нет в хозяйстве трех импульсов. И спина нет. Ни сегодня. И какой отсюда ответ? Что можно сказать про этот певизон 2? Она 0. Может мы ее уже вычислили? Видите? Итого эта часть не работает. А это работает. Потому что это псевдовекторный ток. Гамма ну, гамма 5. И теперь псевдов умножить на псевдов. Это будет последний теперь истинный вектор. Видно разницу? Что два раза псевдов. Два раза минус единица. У множества. Будет плюс единица. Поэтому в итоге действительно будет в ответ и настоящий вектор. Но тогда эта константа не 0. И ответ имеет действительно вот такой вид. Эта константа обозначается Fp. И называется константа распада певизона. Это константа. Это не функция. Тут нет переменной. П квадрат сидит на массовой поверхности. Смотрите. Из общих изображений мы вычисли этот матричный элемент. Он свелся к одной неизвестной константе. Дальше ничего из общих изображений получить нельзя. Ну тогда это мы подставим сюда. И получим, как выглядит амплитуда через одну неизвестную константу. Тоже неплохо. Все сильное взаимодействие. В связи с тем, что мы не можем вычислить только эту константу. Но это всего одна константа. Но в этом нам придут и имеется в виду. То есть тут стоит железняшник. Коленец в ногах. Дорога. Тут стоит Ip. И тут стоит L. Теперь вот этот импульс кемизона. Он равен сумме импульсов лектона. Давайте его позначим. Если у нас было P, то после этого будет P1 и P2. И P равеню P1 плюс P2. Это P свернется с этой граммоматрицы. Видно? И я подставлю вместо него P1 плюс P2 сюда. И это Pt. P1 плюс P2. Единица минус гамма 5. Ну Е. Не воен. Сколько можно никс? Но теперь можно использовать свободное уравнение герога для лептона. Значит, P1 это лептон, да? P1 за шляпкой. Действуя на свою спину, заменится на его массу. П2 можно протащить сюда. Знак изменится, но это не важно. Протащили, он подействует на свою спину и заменится на массу нейтрина, которую мы берем за мной. И тому это вылетит. А это вылетит масса нейтрина. И тому это есть. Масса нейтрина вылетит масса нейтрина. Масса нейтрина вылетела общим множителем. Осталось как спиноры N. 1 минус 2 минус 2 минус 5. Ню. Это свободное два спинога. Конкретное. Вот к чему свелась амплитуда распада. Ну, теперь надо возвести квадрат модуля. И просуммировать, если мы ничего не меряем в конце, просуммировать по поляризации этих двух лимтонов. Ну, что ничего не стоит, как говорится, сделать, да? Ну, давайте быстренько возведем квадрат, чтобы же ответ получить. То есть это будет так. А здесь 1,5. Ню. Но сопряжённое. Сопряжённое будет 1,2. И это будет трейд. Трейс, если я суммирую его поляризацию. Трейс по спинограмминдексу в Дираковске. Ну, тогда вот это заменится. Ну, я пишу просто. Мы это уже делали. Значит, вот это заменится на его P2 со шляпкой. А этот можно под знаком трейса сюда поставить вперёд. И будет пойти со шляпкой плюс массовый лимтон. Вот тут стоит еще вот это. Вот так. Согласны? Согласны? Это трейсы, вот эти скобки. По Лоренце. По Дираковским индексам. Вот эту 1 минус гамма 5 протащим направо. Она измерит знак. И будет 1 минус гамма 5 в квадрате. В квадрате оно равно стиле удвоенное. Поэтому можно написать, что это равно 2 трейсер P1 плюс массовый лимтон, P2 и 9 минус гамма 5. Масса не работает и гамма 5 не работает. Это видно. Остаётся трейсер P1, P2, который из 4 скалярных произведений. Всё. Вычислить. Большое дело. Теперь пишем формулы для ширины распада. Спасибо за внимание. Да в идее жизни Большое дело. Польшое дело вот, иногда понимаете, там удовольствие. Вот стандартная формула. Это масса пиона. Система покоя пиона это импульс этих двух лептонов равных противоположных. Вот пион стоит и он распадается. Тут летит N с импульсом P, а тут летит антиметрина с импульсом минус P. Вот этот P поможет. Его можно посчитать, чем он равен. Мы уже в прошлый раз писали эту форму, но ее нужно раз навсегда. Так, а? Значит, P на μπ это будет корень, это будет 1 вторая в скобках 1 минус массу альтона в квадрате на массу пиона в квадрате. Если электрон масса 0, то это будет равна половине. А сюда уже замножено, что масса нитрена равна нулю, если только масса электрона. Когда обе массы не равны нулю, там, конечно, более длинная форма. Теперь, вот это скорякное произведение. Потому что тривиально. P1 равно P1 плюс P2. И все в квадрате. Это есть масса пиона в квадрате. И равна масса электрона в квадрате. Плюс масса нитрена в квадрате 0 и плюс удвоенное произведение. Поэтому удвоенное произведение, которое нам здесь нужно. Вот оно. Она равна μπ квадрат минус масса электрона в квадрате. То есть это равно 4. μπ квадрат вынеси. А скобка будет 1 минус масса электрона в квадрате на масса пиона в квадрате. Я держу массу электрона, потому что для миомизона это не маленькая величина. У миомизона масса 100 м, а у пиомизона 140. Это поправка высшей защиты. Для электрона она маленькая. Ну, теперь все подставляют. Значит, будет... Вот это все по модулю в квадрате. Константы. Так? g сферный квадрат пополам. rπ по модулю в квадрате. vt по модулю в квадрате. Дальше. У нас получилось 4 mπ квадрат. 1 mπ сократится. Тут будет 4 mπ. И еще квадрат. Еще одна вторая. Вот эта одна вторая. И квадрат вот этой скобки. сферный квадрат. Так, ну теперь все константы надо собрать. То есть вот эта четвертка с этой четверткой сокращается. Внизу остается 8 mπ. Так. Куда будет ответ написано? Сюда. Равно. Взборт на квадрат. Взборт на квадрат. Взборт на квадрат. Взборт на квадрат. Так, что-то не хватает. Проверим сейчас размерность. Да, прошу меня. Неправильно что-то А, нет А, вот Потеряли вот этот носитель в квадрате Маса электрона в квадрате Значит, тут стоит Fp в квадрат Маса электрона в квадрат Внизу 8b И поправка на фазовый объем Вот ответ Еще раз подчеркну В каком приближении он получит Мы выбросили Петлевые поправки По электромагнитному взаимодействию Это поправка типа альфа на пи И петлевые поправки С лишними обменами И W без этого Это совсем ничтожно Но по сильному взаимодействию Все вычислено без приближений И вся информация скрывается В величине этой константы Fp Вот сильная взаимодействия Определяет только чему она равна Мы не можем это посчитать Но в остальном это точно Ну поэтому я не могу предсказать число За счет того что Fp неизвестно Но я могу уже предсказать отношения В принципе в этом моду По отношению к этому Они отличаются только Массой альфа Тут это масса е Тут это масса мю А константы Fp отношения сокращаются Видно? Оно универсальное Поэтому отношения предсказываются чисто Ну я тоже писать не буду Отношение равно отношению Вот этих множителей Все остальное сокращается в отношениях Видно? Оно универсальное Ну поэтому Совсем грубо Если я это выброшу То отношение Ширина Она же бренджинг Бренджинг Веню Делить на бренджинг Веню Это приблизительно Масса электронов Делить на массу иона И все в квадрате На самом деле чуть больше Потому что для электрона Это практически ноль А для иона Это число Заметно меньше единиц Оно типа одной второй Ну с точностью до двойки Ну видно что все измеряется Я просто сейчас оценки делаю Да? Грубая оценка с точностью до двойки вот такая А это ведь 10-24 По порядку величины Как видите Нитривиально Это непорядка единиц Можно проверить Соизмерить Этек Вот это Нитривиально Получается за счет того Что амплитуда Получилась Пропорциональная Масси лептона Вот Физически это можно Понять Почему так получилось Можно Сейчас поймем И на этом закончится Вот Стоит Эмизон Вот Полетел Лептун Вот Полетел Второй Так вот Поскольку этот процесс шел из заряженного обмена W То Оба тока Которые стоят Это левые токи Вот они Гамамио Единица Минус Гамма 5 И по лептонам И по кваркам Но по кваркам Она утонула Однутриматочный элемент А по лептонам Она же лево осталась Вот в этом Произведении Сминора И поэтому И лептон левый И нитрина левый Лептон левый Означает Что у него спит Против импульса Поэтому Если вот это Эмоимпульс То его спит Смин Смин Нитрина Тоже левая Но тут стоит антилитрина А в антилитрина Спит По импульс Поэтому Сюда И поэтому Видите что Проекция момента На ось распада Она равна Минус 1,2 И минус 1,2 Минус 1,2 Минус 1 Это в конечном состоянии А в начальном состоянии Пимизон Имеет спит Ноль Стоит на месте И момент Ноль Поэтому не сохраняется Момент Если бы у лептона Масса была равна Нулю Он был бы 100% Налевый И тогда был бы просто Ноль Ноль Не ноль Получается За счет того Что масса Электронной Электронной Не равна нулю И тогда вспоминаем Что Спинор Вот этот Ну Вот это Дираковский Свободный спинор С массой И импульсом В Если масса Равна нулю Это будет 100% Спинор Со спином Противыкрус Но если масса Не равна нулю То он не чистый Он остается Левым По определению Левым означает Вот эту комбинацию Но Для безмассового Левый Это 100% Спин противыкрус Но для массивного Есть поправка Со спином Вдоль и Ипульсом Пропорциональная масса Ипульсом Качественно Это выглядело не так Это будет Пси Ну не знаю как это обозначить Против Спин противыкрус Ипульсом Плюс коэффициент Типа М на Е На Пси По импульсу Вот тут Появляется Понимаете Мы об этом Говорили с вами Что Левый Спинор Описывает 100% Спин против импульса Это только для безмассового Фермиона А если масса Не равна нулю То Это будет Комбинация И против импульса И по импульсу Но Для Электронной частицы Примесь В Чужой Спин В направлении В чужой хилисте Будет Маленькая Так вот Электрона Она так и маленькая Потому что Энергия электрона Где-то половина В массе Пи Это 70 мэв А масса электрона Пол мэв А он ультрарелятивист Для Миона Конечно Он наполовину Релятивист У него не будет Весь что Какая скорость Но все равно Качественно Это сохраняется Что если бы Масса электрона Была равна нулю То это был бы 100% Спин против импульса И тогда распад Вообще не мог быть По сохранению Полного момента Вот по этому Амплитуде И получилась Масса электрона Ну вот Все можно понять На пальцах Можно сказать Мы предсказали Отношение Электронного Брэнчинга к миону Видите Безмодельно Электричное Электричное Предсказание Это не одна вторая Это действия На седы Можете сравнить с экспериментом Все померят Сейчас Посмотрим На этом закончим Пи минус Мюню 99,988% Брэнчинга Мюню 1,2 на 10 Минус 4 Брэнчинга Ну поскольку Мюню практически 100% То Брэнчинга 1,23 на 10 Минус 4 Вы видите Что иногда Удается Обойти Эффекты Сильного Заимодействия Кое-что Предсказать Безмодельно Но это Правда Наверное Редко Так У меня тогда Все Мы сильно Перебрали И Делаешь Ту Немного Урен